Девушки отдыхают 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 Со храм святого Николая Угодника, сохранившиеся мозаики, фрески, саркофаг, мощи, к сожалению, были украдены и находятся в итальянском городе Бари. Часть мощей, которые вываливались или не смогли украсть, находятся в музее под охраной. У вас будет возможность приобрести иконки, помолиться, поклониться, написать записочки желания. Этот храм сам не действующий, но два раза в год там проводят паломничество 6 декабря и 22 мая. Даже сам Патриарх Сеаруси проводил там свою службу. Добре Мире Кеку. После города Добре вы посещаете город Мира. Город Мира известен своими наскальными захоронениями. У древних хоккейцев было поверить, что чем выше ты захоронен, тем ты ближе будешь находиться к Богу. Вот акварян, да, вы правой стороне. Напротив него... Поэтому у более достаточных людей люди строили, естественно, себе повыше кровницы, у менее достаточных людей, естественно, пониже кровницы. Помните, как на египетских пирамидах нарисованы деревья, тучки, рассказ на жизнь этого человека, кем он был, кем он приходился. После этого у вас будет небольшой обед, отдых. После этого обеда вы отправляетесь в порт Андрияки и пересаживаетесь на бухту с прозрачным дном. Отправляетесь в город Кеку. Город Кеку известен тем, что затонул при землетрясении, и когда вы будете приплывать, смотреть в иллюминаторе, увидите узкие улочки этого города, сохранившуюся посуду и единственный саркопаг, который остался над водой. В ту бухту Кеку вы известны своей чистой лучезарной водой, не раз получала синий флаг и находится под охраной ЮНЕСКО. Естественно, не в самой бухте, так как она находится под охраной, а рядом у вас будет уникальная возможность искупаться там. Ну, все упрекли за морем, да, который находится с левой стороны, а тут, да, что вы еще долго будете видеть. И в Анталии проживает более 100 тысяч человек из стран СНГ, которые приобрели недвижимость, гражданство или вид на жительство. Вот как раз сейчас по правой стороне мы проезжаем район Пони-Алты, где очень русские любят себе покупать дома. И символ этого русского райончика – 8 русских матрешек. Ну, о недвижимости тоже много не хочется разговаривать. Скажу так, если в России чем в центре, тем дороже квартиры, да, то здесь на город чем ближе к городу, тем дороже квартиры. Вот, и здесь однокомнатных квартир нет, у них комната 1 плюс 1, это ванна, туалет, спальня, зал, гостиная. Где-то 46-48 квадратных метров, начинается от 40 тысяч евро. Это 2-2,5 где-то вот так вот миллиона. Аквариум, да, что можно о нем рассказать? Аквариум сделал в виде большого, огромного кита. Там находятся 40 тематических акваров, более 10 тысяч видов различных рыб. И в Европе, наверное, второе увеличение – панорамный туннель длиной 131 метр и шириной 3 метра. Также, как при любой поездке, там находятся различные магазинчики, также доктор фишинг, лечение с рыбками, террариум, меи, паучки, крокодильчики, хамелеончики, 7-й кинотеатр и комната снега, кто соскучился по снегу. У нас есть различные водные экскурсии, такие как рафтинг. Рафтинг с каждым годом находят своих зрителей, любителей больше и больше. Это те, кто первый раз будет в руках удержать весло или уже не первый раз. Рафтинг – это сплавление по горной реке. Естественно, не 10 баллов не такая экстремальная, что волосы, да, посидеют сразу же, а 2 балла. Но все равно вы получите массу удовольствия. Где-то будете 3-4 часа сплавляться. И рафтинг – это не только сплавление, а также остановки в красивых живописных местах, где у вас будут различные анимационные программы, полоса препятствий. Естественно, вначале инструктор рассказывает, какой путь вы будете проходить. Выдают специальное снаряжение, шлемы. Хочет, как показывать, надо управлять веслами. Будете сплавляться где-то в двухместной или 8-12 мест лодки. Сейчас будем по левой стороне, да, вот эти вот кусты камни проедем, и откроется красивый вид на Мышиной остров. У нас есть прогулка на яхте, да, и будет остановка на Мышиного острова. Сейчас я о нем расскажу, а потом уже о экскурсии. Мужиной остров, с ним связано несколько легенд. Первое – то, что его называют черепашем, не потому что там водятся черепахи, а потому что с высоты птичьего полета он похож на черепаху. Поэтому разглядываем, как раз по правой стороне будет голова, да, по левой хвостик. Если кто-то разглядит кого-то другого, делимся своими впечатлениями. Вчера ехали, ребенок сказал, что он похож на крокодила. Вторая легенда, связанная с этим островом, то, что его называют Мышиным. Раньше, когда пираты гребили чужие корабли, все золото, зерно сплавляли именно на этот остров. Естественно, вместе с людьми, да, зерном переходили на этот остров Мыши. Мышей стало так много, что они просто вытолкали пиратов. И третья легенда, связанная с этим островом, то, что его называют островом неверных жен. Раньше, когда мужья узнавали, что жены изменяли, надевали все золото, подаренное им, вы знаете, что турки очень любят своих жены, дарят очень много золота, завязывали ее и бросали рядом с этим островом. Если жена не изменяла мужа, значит, она должна была за ночь доплыть до этого острова. Если изменяла, к сожалению, все заканчивалось трагически. Да, вот как раз по правой стороне голова, слева хвостик, черепашка. Скоро будем проезжать три подряд туннеля. Раньше этих туннелей не было и была одна серпантинная дорога, объездная. Построили туннели и как раз вместе с этими туннелями появились легенды. Первый туннель называют туннель любви. Он такой длинный, большой. Когда мы будем проезжать первый туннель, обнимаемся, целуемся. Можно позвонить родственникам, признаемся друг другу любви, чтобы ваша любовь была такая же большая, как этот туннель. Второй туннель называют... Второй туннель называют туннель удача. Он такой маленький, коротенький. Нужно удачу поймать за хвост, чтобы отпуск прошел на ура. Из всяких минусов, запиночек, когда будем проезжать второй туннель, когда я скажу раз, два, три, надо очень громко крикнуть слово удача. Но если вы спали или кричали, да, а вот проигнорировали, это у вас есть третий туннель, три, это счастливое число, третий раз алмаз, и куда будем проезжать третий туннель, нужно закрыть глаза и не открывать на протяжении всего туннеля. Так, туннель любви, так что обнимаемся, целуемся. Вот, нужно закрыть глаза, не открывать их на протяжении всего туннеля и думать о своем желании, и тогда оно сбудется. Все-таки, когда я прошу... Давайте закроем глаза, загадаем желание, да? Я загадывала, и, конечно, такое же хочу, Феррари, да? Сверхъестественное, но все равно, оно у меня сбылось. Так, ага, ага, вот когда не буду с гостями ездить, надо все одно загадать. Вот. И когда я прошу гостей, давайте закроем глаза, загадаем желание. Девушка, вы что, нас что-то скрываете, да? Я... Да, понимаете, там строят отель, там мусорка, чтобы не испортить впечатление от Турции. Я прошу вас закрыть глаза. Все-таки, да-да-да-да-да-да, мы вас раскусили. Также, как раз после третьего туннеля и начинается курортный регион Кемер. Курортный регион Кемер делится на шесть регионов. Бендиви, Гюнюк, Кемер, Кириш, Чамьева и Токерово. И первый отель у нас как раз Лариса Хотол Бендиви, которые после потерялись, да, немножко. А вот вы выходите мне первыми, осталось недолго со мной мучиться. Вот. Ладно, прерываемся. Итак, помню, что кричать. Раз, два, три. Удача! Отлично, спасибо большое, что у вас отпуск прошел на уро. Да, молодец. А вот. Ну, я была в России на дайверке. И когда мы поехали отдыхать, я закрыл глаза. Если вы не закрываете глаза, я прошу нашего водителя, и вам тогда придется от страха закрыть всем глаза. Договорились? Отлично. Итак, закрываем глаза и думаем о своем желании. Я замолкаю, а то я помню. Вы нам мешаете. Не открываем, не открываем. Проезжаем половину. И можно открывать глаза. Добро пожаловать в Кемер. Курортный регион Кемер славится своими горами, да? И у нас есть такие поездки, в которых других нет в регионах. И обычно, когда дорога вот такая вот неровная, минус Бельдиби, в которую сейчас мы объезжаем, то, что здесь неровная дорога, плитка. Не асфальт, а именно плитка. Вот. Поэтому всегда вот так вот еле-еле едем. Как раз сейчас по левой стороне будет море, по правой как раз отели различные. И как раз Гариса Хотел Бельдиби, вам перевести дорогу на море и все. Погиб. Всем привет из Турции. Это я, Алекс. Нахожусь сейчас в отеле Синатра, где я остановился ради проведения встречи по поросброкеру. И вот я заселился в номер. Осматривал крестности, просто не могу. У него есть дорога, машины, пальмы, страшная жара. Флаги турецкие. Там вдали какой-то флаг на горе стоит. Тоже турецкий. О, пиво везут. Пиво сейчас пилснур. Ну, все важно. Идем отдыхать. Ну, что, садись сейчас. Ну, ты вообще седой. Вот что делаешь. Слушай, он как раз гонится, а потом же, как синий был. Сними эту штуку. То есть, Алекс приехал. Я нормально еще, да. Нормально. Ну, что скажешь? Что скажу, блин? Народу много. Лучше эта маленькая компания, конечно, подойдет, чтобы не катался. Да. Не, ну а так, пиво. Все врезается, догоняет, застревает. Мочу. Пищу? Да. Всем привет. Я Алекс. Мы тут на сплав выбрались на байдарках, на рафтах, по местной речке. Мы с Алексом тут взяли двойную байдарку. А еще будут вот групповые. Там остальные наши участники слета. Так, где нас? Народ тут на буйках сидит. Бутики-то попсовые тут только. Мы сейчас пойдем вдоль байдара, мы мимо нашего отеля будем. Нет, нет, нет. Мы вот так вот вдоль буйков и пойдем. Нет, наш там уже остался. Что? Там, наш отель там остался. Нет, этот сказал, мы в конце будем, мимо нашего отеля. А, ну да. Он сказал, там можно будет и выйти. А он хороший, вот такой, да? О! А он хороший, вот такой, да? А он хороший, вот такой, да? Там пираты, наверное, да? И пираты. Остатки от пираты. Там есть сокровище. Внутри, где зоны. Внутри, где зоны. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дима Торзок ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка